Аслан И мы хотели бы сегодня поспрашивать насчет некоторых традиций, но поскольку их много, надо с чего-то начать. Поэтому я предлагаю начать с того, что уже имеют некоторую известность. Это обряд вызова дождя. Он по-адыгски называется хацегуаш. Насколько он сегодня, этот обряд, живой и проводится, и как он проводится на сегодняшний день? Ну, если можно, я чуть-чуть поправлю. Это общий адыгский обряд. Наверное, в каждом адыгском регионе какие-то свои отличия есть, но сценарий практически везде одинаковый. Слова песни вызова дождя практически везде одинаковые, за исключением конкретных мест, где может бог грома шума обозначаться. Допустим, он нас обозначается в песне, что вся его сила сосредотачивается в горах выше аула Тхавапши. То есть тоже какое-то знаковое место для бога. И вот оттуда как бы он начинает греметь, шуметь, и его сила потом распространяется на окружающую территорию, где помолились. И что хотелось бы сказать, обряд действительно не мертвый. Он не просто этнографическая история адыгов, живущих здесь. Он и рабочий обряд. Если какие-то ситуации с природой происходят, когда дождя долго не бывает, когда засуха, то и сегодня этот обряд устраивается. Но единственное, что нужно отметить, если быть предельно откровенным, то если в этом обряде 20-30 лет назад принимало участие практически все население аула, то есть сегодня ввиду занятости, ввиду всяких разных бытовых дел, да, ну а обряд обычно ограничивается порядка 30-40, ну максимум 50 человек. А молодежь? Обряд в основном совершают люди старшего возраста и люди младшего возраста. То есть середняков и в наше время, ну когда мы детьми были, середняков там практически никогда не бывает. Смысл обряда заключается в чем? Когда сила засухи настолько страшна, что уже грозит там и урожаю, и людям, и животным, отправляется гонец один из достойных людей, аула, за водой на узорху. Он приходит, берет эту воду, возвращается в аук и отдает эту воду. Не будет из тех, кто этот обряд будет проводить. Обычно с этой водой люди приходили к речке и опускали воду в сосуде в репу. В зависимости от той ситуации, насколько нужно много воды. Если воды нужно очень много, то относили воду на море. Озеро Хуко, это сын моря переводится, и Х, море. То есть как бы связь сына с отцом происходит, и отец посылает тучи на помощь к своему сыну, и в процессе передвижения тучи на землю спускается влага. И народ, например, всегда говорит, что воду из емкости нельзя выливать ни в репу, ни в море, потому что это приводит к стихийным бедствиям. Это смерчи, это ураганы, это сильный ветер, это поток, это затопление, все что угодно. Но это очень страшно. И вроде бы как бы легенды, но вот даже на территории нашего Аула, вот Малую. В Кичмайе, где мы сейчас находимся, ну это уже было давно, это были 37-38 год. Здесь был отдельный колхоз, и в нашем Большом Кичмайе был отдельный колхоз. И вот жители колхоза, участники колхоза на общем собрании выбрали представителя, он пошел на колхоз, взял воду. Вернулся, валул рано утром, не стал куда-то что-то ходить, просто... И в те времена были люди не совсем ответственные, надо сказать. И он просто, чтобы долго ждать воды, вылил воду в речку и пошел спать. И там вот на въезде есть маленький ручьёк, он называется Киатук. Он очень редко, когда разливается, ну ручьёк небольшой, там полтора метра ширины максимум. Но пока он лежал, спал, смерч бросил в верховье этого ручья и колхозную ферму снесу. Председатель колхоза, он как раз вот жил тут на горе, а дедушка, вот того, кто держит вот эту колхозную шахту, награждён был орденом Ленина, он сразу понял, в чём судил, и побежал. Побежал, будет, говорит, где-то, куда-то дел воду. Ну как, куда? Я его в речку вылил. Говорит, смотри, если кто-нибудь узнает, что ты его в речку вылил, и меня, и тебя, говорит, арестуют, окажутся в тюрьме. Но эта история потом раскрылась, но уже гораздо позже, когда с репрессиями было получено. И вот до сих пор в воду приносят, совершается обряд омовения, люди молятся, изготавливают специальную ритуальную пищу, обращаются к Тха, великому богу, идут на речку, опускают сосуд с водой в реку, обязательно купают в реке кого-нибудь из детей, чей родственник был убит молнией. Ну, к сожалению, или к радости, я не знаю, как это правильно сказать, но в каждом ауле есть такие люди. Внуки, правнуки, но род, который отмечается, шибли. Их опускает в воду, потом вся толпа начинает лопаться в воде, обливают друг друга, и после этого идут по аулу, поют песню «Вызывая дождя» и угощают всех тех, кто встречается по пути. И при этом каждый, кому подходит, если это двор и еще что-то, его поливают, он поливает. В этот день можно поливать всех, с того года. Мы были детьми, у нас в ауле жили красивые по нынешним временам старики. Они сидели всегда под священным деревом. И вот даже эти старики, которым было под 70-80 лет, не особо не сопротивлялись, когда молодые ребята брали их, поливали, кидали воду. Никто особо не сопротивлялся, потому что они понимали, что это такой обряд. И к удивлению, я не знаю, чем это можно объяснить, но в течение суток, в любом случае, дождь всегда лил. И стихийных бедствий, связанных именно с Хациргуашем, не было. Бывало, что смерч ежегодно, но это уже не с этим обрядом связано. А давно, последний раз такой? Последний раз такой обряд был буквально 3 года назад. И, кстати, да, и дождь шел, и на этот обряд как раз-таки попала съемочная группа «Моей планеты». И они сами были в шоке. Ну, они приехали, снимали там какие-то обрядовые вещи, там, наше вечернее шоу, там, как делают сыр, там, танцуют. И вот, когда они узнали, что будет этот обряд, они напросились на этот обряд, аккуратно, тихо все сняли. И когда они уже вечером сидели в гостинице, звонили, говорят, слушай, у нас тоже начинается два застреливания. Подожди, еще здесь было. На следующий утро ливень, они были в шоке. Поэтому убедились люди, что в обряде сырной рабочий. Надо будет найти это видео, когда они снимают. Ну, вот шоксуги «Люди древнего закона» называется фильмом. А, люди убедились, давайте. Последний вопрос, коротенький, связанный с этим. Вот щебле, да, отмечал, допустим, тех, то есть люди отмечены и щебле, что их использовали в этом обряде, да? А есть еще такая версия, что хоронили, да, тех, кто убит молнией, таких насыпных, там, где убила его молнией, по-моему, хоронили. Эта традиция сейчас и существует. Есть эта традиция. Честно говоря, допустим, при моей памяти, вот уже 46 лет мне, при мне еще не было. Не было случая, чтобы человек убило щебу. Здрасте. Но вот до меня, когда человек убивал омолния, допустим, до советский период, его действительно хоронили там, где его убил. В советский период его хоронили за территорией плащища отдельно, чтобы это место было святое, чтобы, когда к нему обращаешься, чтобы не наступать на чужие мобилы и прочее. Его со всеми не хоронили, его отдельно хоронили. Вокруг него всегда было большое пространство, где можно было стоять, там, какие-то опряды проводить. И деревья, да, ставили на повороде с ленточками такое? На могилах нет, у нас такого нет. Ну, это, наверное, в другом месте. Ну, все, на этом. Спасибо большое за интервью. Удачи. Спасибо. В добром всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok